Добро пожаловать, уважаемые зрители! Сегодня мы поговорим о такой важной теме в медиа, как эфирный и неэфирный контент. Какая разница между ними и как они взаимодействуют в нашей дигитализированной эпохе? Давайте разберемся. Что-то я не помню, чтоб ты своего друга останавливал. Тоже мне патрульный. Я когда молодым опером был, мы таких чумошников как ты на раз гасили. Ну что, старший церат Мирова? Да, Соня, я слышал, что ты был доблестным военным, но кто ты сейчас? Ты продался этим сраным гансером! Давай ближе к делу! Давай! Вставать, сука! Начнем с определения. Эфирный контент – это то, что транслируется по телевидению или радио в определенное время. Ведь все мы помним, когда мы собирались перед экранами телевизоров, чтобы посмотреть любимую передачу «Дом-2» или «Бригаду». Не эфирный контент, с другой стороны, дал нам свободу выбора. Он доступен в онлайн-пространстве и может быть потреблен из любой точки мира в любой точке мира. Это видео из YouTube, стримы, Twitch, подкасты и многое другое. В общем, все, что создают люди, мы можем потреблять в любое для нас удобное время. Поэтому интернет дал нам свободу выбора и возможность создавать собственное телевизор. Что за дерьмовично показывают? Однако это не значит, что эфирный контент уступает неэфирному. Оба контента имеют свои преимущества и плюсы. И пользуются популярностью у зрителей. Достоинство эфирного контента заключается в его планировании и структуре. Телевизионные программы предлагают зрителям живой контент, который создается специально для определенного времени вещания. Это позволяет нам ощутить эффект общественности и делиться эмоциями с другими зрителями. Однако неэфирный контент предлагает гибкость и выбор. Мы можем выбирать, что смотреть, когда смотреть и как долго. Интернет дал возможность талантливым людям со всего мира делиться своими знаниями, идеями и творчеством. Контент создается с учетом интересов аудитории, и это делает его более персонализированным и релевантным. Вы видите, я не был в Блэк Ватере. Я убил людей. И может быть, я должен быть убил тебя. Может быть, я убил тебя, Джимми Брукс? Я? Я никогда не видел тебя. Не сейчас, не никогда. Я думаю, что мы имеем понимание. Конечно, мы. Джимми Брукс. Я помню этого. У меня хорошая память. Итак, какой же контент лучше? Вопрос не в том, что одно лучше другого, а в том, как они дополняют друг друга. Современный медиапейзаж стал исключительно разнообразным благодаря сочетанию эфирного и неэфирного контента. Мы можем смотреть телевизионные передачи и обсуждать их в онлайн-сообществах. Мы можем наслаждаться неэфирными видео и подкастами, затем обмениваться впечатлениями с друзьями и семьей. Эфирный и неэфирный контент стали взаимосвязанными и взаимодополняющими. И мы, зрители, пользуемся этим разнообразием, чтобы насладиться самым лучшим из обоих миров. А на сегодняшний день это все, мои уважаемые зрители. Помните, что вам доступны множество вариантов контента. Исследуйте и наслаждайтесь ими. До новых с вами встреч. Пока.